На сегодняшний день это самый умный автомобиль по мировому автопрома. Хороший трогаловый путь. К сожалению, для большинства пользователей в России она бесполезна. Открытие дырей происходит как с помощью голосового управления, так и с помощью кнопки. Всем привет! С вами компания China Car Club. И у нас сегодня на тест-драйве автомобиль от автомобильного гиганта Джили и компании Байду. Robocar 01. Что в переводе как раз и значит робокар. Давайте поподробнее про учредителей. Это компания Байду, это как а-ля Яндекс, но при этом они также разрабатывают автопилот, искусственный интеллект. Собрали достаточно хорошую базу для того, чтобы делать полностью автономный автомобиль. И это все они напихали, нашпиговали, просто вот сюда засунули в эту машину и сделали этот чудесный робокар. На сегодняшний день это самый умный автомобиль всего китайского, почему китайского, мирового автопрома. У него стоит автопилот версии 4.0, почти 5. Стоит искусственный интеллект, который с тобой не то что разговаривает, он тут же серчит это все в интернете, переводит и дополняет всю информацию, которую ты сказал. Автомобиль оснащен дюжиной лидаров и дюжиной камер. При этом при всем автопилот здесь работает в основном не на лидарах, а в основном на виджете, то есть работает на камерах. Мы делали уже тест, мы ставили конус на капот и автомобиль не мешал это двигаться, потому что он не видел это как препятствие. Только не подумайте, что мы просто тут пришли и хвалим, потому что типа вот надо похвалить. Но она реально так все это делает, она реально как бы соображает как бы. Пойду, спасибо. Джили обнял. Сейчас едем с водителем, он сейчас нас прокатит, покажет, как рулем крутить, как педаль нажимать. Да, на этой робо-машине и дальше едем тоже сами. Ну, разогнать машину 550 лошадей большого ума не надо, но важно ее остановить. Давай замерим скорость, подожди, стоп. Давай замерим скорость. Ну, о-о-о-о-о-о-о. Хороший тормозной путь. Тормозной путь хороший. Учитывая, что важно. Да, но мы не успели разогнаться. Вот зачем нужен, блин, на нормальный руль полноценный, а не эти ублюдочные штурвалы и полуштурвалы, чтобы работать с перехватом. Что, готово? И... Она потрясающе, оттормаживается. И ремень хорошо срабатывает в поддерку. Блин, ну, хочется нормальные селекторы. Просто хочется. Ластин-тест. Экстраное торможение с уходом в бок. Так это он делал? Да, это он делал. На какой-то момент отрубает руль, чтобы ты не улетел в сторону, кланяться на обочину или прочее. Потому что вот эта вот рулежка экстренная в случае испуга у непредельных водителей. То есть ты по тормозам бьешь и куда-то улетаешь. А она не дает тебе полететь, она удерживает чуть в крайнюю полосу уходит. Смотри, оттормаживаться буду в районе синих. Так, поехали. Раз, два, три. Она отрубила руль. Ну, в общем... Отлично, да? Ну... Вообще превосходно. Мы сидели, нам нормально. А? Мы сидели сзади, нам нормально. А, Симон. Он нам пытается сказать, что камеры очень быстро срабатывают и все видно в прямом режиме. нормальная трасса. Ну, блин, один у меня сразу косяк. Какой? Ну, комментарий точнее. Что перекрывает руль этот экран этот красивый. Ну, не знаю, на скорости как бы не то, что там самая тихая машина. Так и что? Типа вот, перестраиваться вот хочу, да? Я типа на этот поворотник нажимаю. Просто желтного поворотника перестраивалась? Да. И вот ускоряется. Так как, ну... Она выбирает среднюю скорость по полосе. То есть, она двигается в общем потоке. И вот решила перестраиваться сама. Я ее не просил перестраиваться сейчас только что. Она выбирает полосу, видимо, где-то съезды. Не, ну да, да. Не, ну еще 3,7 километра. Вот сейчас что она будет делать? Вот сейчас она левая. То есть, она сама едет полностью. Да, она сама выбирает. Ну, блядь, ну, смотри, она вот на 120 сама. Ну, да. Максималка 120? Ну, да. Максималка 120. Она выбирает... Пальцем держит чуть-чуть. Просто, чтобы она не знала, что там рука на руле. Что, какая следующая машина, вот, ты, не знаю, на которой ездил подвеска мягкая, лучшая, или там, что? Ты знаешь, тяжело сказать. Ну, вот с чем она выставлена? Это же конкурент Zicru? Это прям конкурент Zicru. А эти сами себе придумали конкурента? Ну, потому что, да, Jilly сами себе сделали конкурента. Но по факту на Zicru стоит пневмо, а здесь стоит в период адаптивная поперечка. И поэтому они разные по конструктиву, но по мягкости плюс-минус одинаково. Ну, опять же, в Китае везде хорошие дороги. На лежачих полицейских-то не особо ничего не замечательного. Управляемость, правда, классная. Вот мы сейчас оттестили это на дроме, и мы потестили это по городу. Вот те упражнения, которые мы делали на площадке, управляемость потрясающе, потому что мы делали экстренное торможение с уходом в другую полосу, и в какой-то момент автомобиль электроникой обрубает тебе руль, чтобы ты никуда не улетел в случае, если ты испугался и начал крутить баранку не туда. Данный автомобиль оборудован одним или двумя двигателями опционально по 200 кВт каждый и развивает мощность до 555 лошадиных сил. Разгон до сотни у нее 3,9 секунды до 100. Что более чем достаточно для городского автомобиля. Разогнать автомобиль большого ума не составляет. Нужно еще хорошо оттормозиться. Вот тормоза здесь работают прекрасно. в совокупности с электроникой, которая тебе помогает экстренно тормозить. Все тесты она проходит на ура. Кстати, суппорта от Brembo. Да, Brembo суппорта. Батарея здесь тоже опционально. Смотря на один или два двигателя, она либо 70 кВт-часов, либо на 100 кВт-часов. То по протоколу, по местному CTL-овскому, составляет 550 и 720 км выезда. Но в режиме автодрома, когда ты постоянно разгоняешь автомобиль максимально и тут же максимально оттормаживаешься, она съедает в среднем около 50 кВт. Поэтому батарейка на сотню в таком режиме сможет выезжать 120-150 км. Чтобы зарядить данный автомобиль потребуется не более 30 минут от 0 до 80% батареи. Но нужно пояснить, что здесь стоит зарядка с другой стороны. Она только быстрая зарядка. То есть здесь стоит DC протокол GBT-шный. AC нету. Поэтому, к сожалению, для большинства пользователей в России она бесполезна. Представители данной марки целились, когда делали этот автомобиль в Tesla Model Y. И за счет более низкой цены и за счет более богатого интерьера они попытаются конкурировать с ним на местном рынке. Robocar 01 это первый в мире автомобиль, которому можно отдать голосовую команду с внешней стороны по парковке, по самостоятельной парковке автомобиля. И вообще автомобилем можно управлять, находясь наружу автомобиля. Отдаешь голосовые команды, у него находятся микрофоны на зеркалах заднего вида на боковых и слева и справа. Соответственно, можно сказать там запаркуйся, распаркуйся, открой окна, дверь и все прочее. Кстати, вот она понимает, что открыть нужно дверь, возле которой мы стоим. То есть она не открывала заднюю дверь, к примеру. Можете, хотел заднюю открыть. Кстати, заряд батареи можно увидеть по вот этим лампочкам. Индикаторы заряда батареи. Автомобиль оборудован двумя антикрыльями, причем один спойлер стоит на задней двери, он стоит стационарно, а один спойлер, он активный. Вот во многих автомобилях новых нет шторки автоматической и вот здесь реализовали ее механическим путем. Вот так вот тебе нужно что-то тут делать. Ага, шторка. Потом нужно насадить вот эти вот крючочки, там что-то лазить, устанавливать, позвать друга своего. насадить главного инженера на штырь? Не, подожди, стой. Во-первых, хорошо, что это и есть, потому что у многих просто нет. Газовая крыша она не спасает так-то уж прям уж совсем. Ну, здесь не спасает, здесь очень яркое, активное солнце, это да, в России ее вполне достаточно. Но просто это странно, когда они заявляют, что это самый автомобиль и он прикольно, он сам паркуется за 2 километра, он классно отрабатывает подвеской, да, он при торможении там все стараются помочь, но почему он не может мне помочь крышу организовать? А как инструкция выглядит у этого умного автомобиля, которого AI? А, на листочке А4 на принтере напечатанное. В автомобиле два больших недочета. Первый, это отсутствие порта для медленной зарядки, это раз, и второе, вот это суперстранная крыша. Можно автоматически попросить открыть двери, чтобы вручном режиме установить ухрень. Ну, короче, то есть, это возможно, но это не просто. Я не нарушу, тебя, это нарушутка была от инженеров, крышу, которую ставить вручную. Бл***ь, ну, это смешно. Это не потому, что у нас ручки и жопки растут, это потому, что они ни хря не придумали. Сима, скажи, пожалуйста, у вас инженеры там вообще конченые. Сима, сними с крыши эту накидку. Да, сейчас уже начинаю делать это своими руками. Давай. А теперь хочется мне, чтобы светило солнышко и вот начинаешь вот это обратно делать, искать эти заглушки. Кстати, давай продавать эти заглушки, они будут теряться постоянно. Новый бизнес на Амазоне. Кто хочет открыть новый бизнес на Wildberries, закупайте эти заглушки, они скоро нужны будут. Отбирай работу у Ковпака. Кстати, багажник вполне вместительный вроде, даже не маленький. Он большой, как на всех электричках, здесь 550 литров. И вот что там, фиксируется, нет? Да, кстати, ребята, из Жили, вы мне можете объяснить, почему у вас на части машин вот открытие нормально сделано, а на части ненормально? Вот здесь претензий нет. Ну, кроме как этой штуки. Да, ну и там еще есть дополнительный миша. Кстати, ну, места немало. Ниши под всякий хлам и аккумулятор. Давайте посмотрим интерьер. Открытие дырей происходит как с помощью голосового управления, так и с помощью кнопки, а также, возможно, с помощью Bluetooth-ключ-карты, когда ты прикладываешь, дверь сама открывается. Дверь автомобиля оборудована одинарным стеклом. Дверные карты зашумлены неплохо. В пакете за 15 тысяч идет вот такой материал RoboSound, вот эти дополнительные спикеры, всего их будет 18. Ну, кожа Napa вот такая, в принципе, она приятненькая. Кстати, насчет этих кнопок, они находятся там, где должны находиться, и интуитивно понятно, это здорово. И, опять же, есть здесь рычаг для открытия двери, если что-то пойдет не так с электрической этой кнопкой. Режимы можно менять здесь на экране, и также здесь имеются сенсорные кнопки, как активировать, так и непонятно, может быть, то, что сейчас, а вот сейчас они не появились, то есть, вот тут можно нажимать, сейчас ключа в машине нет, но они тоже имеются, то есть, они продублировали, вынесли сюда сенсорные кнопки, но могли бы сделать и физические, все же это было бы понятнее и интуитивнее. Здесь у нас ниша вот так закрывается, два подстаканника, понятные, обычные, и вот такая вот ниша здесь открывается таким образом, два Type-C разъема и 12 вольт прикуриватель. Здорово, что это зеркало заднего вида, обычное зеркало, и то, что там есть само окно заднее, то есть, кстати, просматриваемость вполне неплоха, это плюс в сравнении с тем же аватар 12, который буквально мы вчера снимали. сзади очень много места, переднее сидение построено под меня, здесь почти полтора кулака, здесь дофига места, ногам вполне удобно, кстати, вот этот угол ног тоже вполне комфортный. У нас есть обычный подлокотник, он существует, это уже здорово, чего тут особенного, он просто есть. Управление звуком также для пассажиров имеется, климат-контроль, температура, в общем, такой вот экранчик есть, небольшая шкатулка, кстати, такая вместительная, и два Type-C порта. Здесь, кстати, нет никакой ниши, что, почему, что, почему, куда дели. Как мы уже показывали, есть вот эта вот шторка, которую DIY собери сам, потратить полдня, установи, да, это можно сделать, но это ты не будешь делать так, что типа хотел, захотел открыть, хотел, закрыл, так не получится, придется устанавливать эту сложную конструкцию, затемнения никакого нет, как в том же Zicre, но опять же, эта газовая крыша, не всем она нравится, она еще странный цвет такой дает, и при этом все равно какой-то там теплода попадает. Ну, а сама, конечно, крыша очень большая, классно все это, эффектно выглядит, только не в лютую жару. авто заказывается через фирменное приложение, и у нас есть две опции, это Max и Max Performance, Max это дешевая версия за 250 тысяч, тысячу они, и за 340, топовой комплектации, 4WD, а это 2WD, то есть тут один мотор, здесь два, плюс здесь будет сразу батарейка на 100 кВт, а на выбор три вида дисков, 19, 20, 21. Салоны цветов здесь у нас показаны, это Cosmic Black, Hello White и Electro Purple, вот похож на графитовый, Саша говорил, но это, они называют все же фиолетовый, ну, белый и черный, соответственно, а цвета машины у нас вот такие 5 вариантов, красный, синий, это за дополнительную плату, кстати, как я говорю, синий звучит как Сима, и она иногда отвлекается на этот цвет, поэтому не перепутайте, серый, белый и черный, за них доплачивать не нужно, а за эти плюс 10 тысяч юаней, кстати, один из лучших цветов, который мне больше всего понравился, это синий, хотя мне не очень нравится синий цвет, но вот этот вышел неплохо, а еще есть очень крутая функция, давайте ее покажу скорее, это просто бомба, сейчас там вон парни рубятся, давайте подснимем, а что, играть просто в компьютерные игры, это вообще бомба, просто взрыв, там настоящее рубило, ну-ка зацени, опять я напихал, целых, целых 4 сотых секунды, на, 4 сотых, я забыл ускориться в конце, смотри, а тачки все итальянские, секундочку, секундочку, что имеем в итоге, умный автомобиль, самый умный автомобиль, прикольный, но не самый умный по инженерным решениям, есть несколько косяков, таких больших, большой косяк, то, что у нее нет электрического привода, электрической шторки, который закрывает огромную крышу, стеклянную, но это у многих машин есть, поэтому такой полу-недочет, большой недочет, потому что когда мы увидели вот эту штуку, которую нужно разворачивать и саму интегрировать, это, ну, видишь, а у кого-то ее нет, они такой, DIY решили сделать, второй недочет, это отсутствие медленной зарядки, это прям большой недочет, большой косяк, потому что в Китае еще более-менее их много, а в остальном мире вот большой вопрос, где ее заряжать, кроме как на быстрой зарядке, третий недочет, это бачок омывателя, который выведен куда-то в непонятное место и все будет заливаться водой, начиная от соединений, заканчивая обшивкой крыла, и четвертый недочет, это вот два замка капота, которые нужно закрывать по определенной технологии, и без инструкции не разберешься, но, к сожалению, инструкцию ко всем капотам прочитать нельзя. А в целом? В целом автомобиль симпатичный внутри, очень красивый внутри, симпатичный снаружи, это их первый автомобиль, похвалим? Хвалим. Хвалим. Первая машина, новая, пойдет, да, они как бы изначально, Джили умеют делать машины, но сделаем скидку, то, что это новая машина, надо было что-то тут придумать, выделить ее как-то, надо было вот так сделать, и тут что-то... Надо было взять базу Zikra, сделать красивый дизайн, и хорошую компьютерную начинку, они с этим справились, справились, чуть не доработали, не доработали, доработают. С вами была компания China Car Club. Пока.